Сегодня в программе мы узнаем секретный рецепт блинов. Заварные блины с маком. Расскажем, как заработать на известных блогерах. Я выставил работу свою и в итоге я купил Илья Варламов. Узнаем, где лежат. Самые дорогие экспонаты в постоянной экспозиции музея. И поймем, как подружиться со своей собакой. Сущий на мою кровать, кухонный стол, ноутбук, свою лежанку. Великий русский художник родился и крестился в Омске. Михаил Врубель появился на свет 17 марта 1856 года. В 1995-м Омскому областному музею изобразительных искусств присвоили его имя. К 165-летнему юбилею на родине автора демонов организовали неделю Врубеля. С конкурсами интервью, мастер-классами и лекциями, экскурсиями и презентациями. А также открытием зала Врубеля. А мы, в свою очередь, решили рассказать вам интересные факты об одном из лучших музеев нашего города. Что вы представляете себе, когда слышите об Омском музее имени Врубеля? Наверное, вот это здание, которое расположилось напротив театра драмы. Оно было построено в период с 1911 по 1914 годы по проекту архитектора Кричкова. А в 1930-м сюда въехал Сибирский автомобильно-дорожный институт. Ну а в 1996-м году здание, согласно приказу губернатора Омской области, передали Омскому областному музею изобразительных искусств имени Врубеля. И оно стало его уже вторым на тот момент врубелевским корпусом. Музей имени Врубеля всегда идет много со временем. И, например, сейчас они даже добавляют в свои экспозиции такие замечательные интерактивные вещи, как приложение «Артефакт». Как оно работает? Скачиваем его на свой телефон и просто нажимаем клавишу «Распознать». Экскурсовод больше не нужен. Все интересные факты расскажет вам ваш смартфон. А можно и вовсе нажать кнопочку об экспонате, прочитать всю его историю и узнать даже габариты картины. Например, это 94 на 141 сантиметр. И сейчас я направляюсь в помещение той самой несгораемой кладовой, которая располагалась здесь с момента постройки здания и принадлежала банку. Интерьер, конечно, с годами немного видоизменился. Теперь за бронированными стеклами витрин здесь находятся, например, предметы из Зимнего дворца или же найденные при раскопках в Омской области. Ну а если говорить проще, то самые дорогие экспонаты в постоянной экспозиции музея. Немногие знают, но вот это здание, расположенное по адресу Ленина, 23, тоже является корпусом музея имени Врубеля. Это генерал-губернаторский дворец. И был он построен, собственно, по приказу генерал-губернатора Густава Гасфорда. Архитектором выступил Фридрих Вагнер. В 1923 году это здание было отдано под детский дом, а чуть позднее под Западно-Сибирский краевой музей. Но годом позднее люди начали получать приглашение, в котором был следующий текст. Государственный Западно-Сибирский краевой музей просит вас пожаловать на открытие картины галереи, имеющие быть в воскресенье 21 сего декабря в 12 часов. Директор музея Мелехин. Сейчас в этом корпусе музея имени Врубеля действуют две выставки. Это часть первой, которая называется «12 стульев из дворца» или «Сокровища русской аристократии». И расскажу вам один любопытный факт. Одна из картин этой выставки появилась еще тогда, здесь, в годы зарождения музея. Вот она. Она принадлежала великому князю Константину Константиновичу Романову. Это копия с венецианского художника Джованни Беллини. И она была передана сюда, в музей, еще в те годы, из музейного фонда. И вот вторая выставка. Она называется «Неизвестное столетие. Западноевропейское и русское искусство XIX века». И, как по мне, самый интересный экспонат на этой выставке – это вот эта огромная картина во всю стену. Она принадлежит кисти русского художника Павла Сведомского и называется «Римлянка у водоема». Но что самое интересное – вот он, казалось бы, да, водоем, море. Но нет, художник имел в виду вовсе не его. Водоемом здесь является вот это пространство за картиной, в котором находимся мы с вами. Представьте, что это небольшой бассейн. И эта римлянка сидит возле него и смотрит на нас. Помните, когда мы с вами снаружи музей разглядывали? Там на крыше была такая маленькая башенка. Вот в нее я сейчас поднимаюсь. Но, как ни странно, здесь нет каких-то классных картин, нет статуи, нет экспонатов. Все потому, что это место обитания детского кружка. Здесь дети творчеством занимаются, рукодельничают. А из окон открывается замечательный вид на всеми нами любимый город Омск. В 2013-м в Санкт-Петербурге заключили соглашение между Омской областью и Государственным Эрмитажем о создании в Омске Центра Эрмитаж-Сибирь. Базой выбрали музей имени Врубеля. В 2015-м году под Центр Эрмитаж-Сибирь выбрали здание. Историческое, конечно. Которое до революции принадлежало страховому обществу Саламандра. Представьте, насколько оно старое. В 2019-м году Центр Эрмитаж-Сибирь наконец распахнул свои двери. И это стало новой высотой для музея имени Врубеля. Ведь Эрмитаж-Сибирь – это третье в России представительство Государственного Эрмитажа и первое за Уралом. В новом корпусе музея сделано все для комфортного пребывания посетителей. Например, вот такая навигация на стенах не позволит вам заблудиться. Нет узких проходов, высоких порогов. Есть лифт и даже комната матери и ребенка. А значит, проводить здесь свое свободное время будет удобно всем. Мы сегодня приехали в Омский Дом культуры на Март-Маркет или по-простому ярмарку хендмейкеров. Здесь можно найти крутой крафт, начиная от каких-то значков, украшений, заканчивая мылом и даже одеждой. И сейчас мы пообщаемся с ребятами, спросим у них, чем они занимаются, и поговорим немножко о конкуренции на омском рынке. Мыло ручной работы, скрабы и массажные плитки – дело ее рук. Маша Пирогова, новенькая на этой ярмарке, заниматься крафтом, начала всего год назад, когда ушла в декрет. Молодая мама даже не думала, что мыльное хобби превратится в бизнес. Конкуренции не боится. Говорит, ее мыло отлично ускользает в массы. В общем, наша Маша, кажется, умыла всех. Маша, расскажи немножко сначала про само мыло, потому что выглядит оно так, как будто его можно скушать. Здесь я вижу разные злаки, есть кокосовая стружка. Для чего это? Злаки, кофе молотый, кокосовую стружку я добавляю для скрабящего эффекта. Я добавляю базовые масла питательные, ухаживающие за кожей, эфирные масла. Допустим, такое красивое мыло вместе с мочалкой. В составе нет красителя, такой красивый цвет дает куркума. Сочнее Машиной витрины, только рейл с цветными футболками. Это работы Илюхи, он мастер приукрасить чью-нибудь фигуру. Такие яркие вещи чаще всего покупают скейтеры. Тайда одежда даже успела стать своеобразным символом экстремального отдыха в Омске. Конкуренты? Ну уж нет. Илюха даже от интервью отказывается. Говорит, понабегут новые клиенты, а старым добрым футболочек не хватит. В общем, молчит, как партизан. А это Кирилл и Макс. Они друзья. И на ярмарку привезли украшения ручной работы. Это кольца из латуни, биоразлагаемого пластика и даже бетона. Мировая мода на такие изделия давно набирает оборот. Но вот в России такого добра пока маловато будет. Изделия покупают и амичи, и москвичи, и из Петербурга ребята. Бывает, заказывают и из-за рубежа тоже. Из Мексики вот отправлял не так давно. У меня в другие города бывают какие-то заказы. Я отправляю в другие страны пока не было. Интересная история. Когда на маркете в Доме культуры ребята организовывали аукцион, я выставил свою работу и в итоге ее купил Илья Варламов, известный российский блогер. На таких тусовках можно неплохо прибарахлиться. Ребята уверяют, рынок омского хендмейда уже диктует тенденции и набирает популярность буквально по всему миру. Омский городской мерч популярен и в России, и даже за рубежом. И кто знает, может быть уже скоро Омск станет новой колыбелью модных трендов. Говорят, в этих иероглифах скрыт секрет вечной молодости. Рецепт эликсира с древнекитайского пока переведен не полностью. Истолочь, речной жемчуг, водяные лилии. В ступу порой попадали и такие необычные ингредиенты. Однако чаще всего в них при помощи писта или толкача растирали каменную соль, лен, табак, пряности, семена, зерновые. Амич Николай Перестов – обладатель самой большой коллекции ступ в России. Здесь около 200 экспонатов – деревянные, бронзовые, чугунные, каменные. И у каждой ступки свой голос. Вот эти вот малютки такие, чисто аптекарские такие вещи. Вот эту ступочку мне из Швейцарии привезли, тоже маленькая. Тоже аптекарские, скорее всего. Такие малюсенькие. Эту я из Киргизии привез. Как-то вот. То есть у вас совсем умирает? Да. Вот. Вот они, послушайте, как они. Они звенят, как интересно. Видите, какой звук? Как долго. Это тоже ступочка. Вот такая форма. Ну вот, пестик, допустим. Вот он. Вот. Раз, таблеточки какие-то. Раз. Сыпал стаканчик. Раз и выпил. Испещренные трещинами, поврежденные жуками-точильщиками и водой. Вот такие большие деревянные ступы использовали в деревнях. Им уже больше ста лет. На одной даже сохранились фрагменты краски. Однако ступа была не только предметом домашней утвари. Приписывали ей и мистические свойства. В славянской мифологии ступа – это транспорт Бабы-Яги, персонажа которой находится между мирами мертвых и живых. Использовали ступу и в народной медицине, чтобы истолочь болезнь, забить лихорадку. Вот эту ступу сибирской знахарке передавали из поколения в поколение. Растирали травы, готовили снадобья по старинным рецептам. Выполненная из дерева, она пропиталась маслами и мазями. И эта липкость ощущается до сих пор. А вот американская ступа – копия нашей уральской, только легче. У каждого из этих старинных предметов своя энергетика, которую нельзя не почувствовать. Вот эта ступочка из минометного снаряда сделана. Видите, умельцы наши использовали такие вещи. Заплаточка вот на этой ступочке. То есть и приспособление, понимаете, от какого-то механизма. То есть или от трактора, или что-то там, от комбайна, что-то такое. Вот эта тобольская ступочка. Подарил мне ее мой покойный учитель. Он в Тобольске жил, и это вот 18 век. Вот это вот английская ступка. Вот она гербовая. Это вот позволяли себе богатые очень люди, которые могли заказать свой герб. Конкретно семейный, допустим. По преданиям ступа символизирует женское начало, а пест – мужское. Их использовали и в свадебных обрядах. На ступу надевали женские одежды, а на пест – брюки. Чтобы проверить, насколько терпелива невеста, в ступу наливали воду и давали толочь, пока всю не выплещет. Отсюда, говорят, и появилась фраза «толочь воду в ступе», которая означает делать ненужную работу. Само же слово «ступа» произошло от старорусского «ступать», переставлять ногу с места на место. Вот так, казалось бы, обычный бытовой предмет может рассказать увлекательную этническую историю, познакомить с судьбой отдельного человека. И открывает мир тактильного общения, где вещи говорят с нами своими формами, текстурами и весом. Всем пламенный или даже огненный привет! Сегодня мы приехали в старину Сибирску и будем жечь, но это немного позже. А пока посмотрим, что происходит здесь на празднике. Масленица! Прощай, 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 Масленица! Прощай, 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 Масленица! А что это у вас за ворота счастья здесь такие? Ой, это масленичные ворота счастья! Коли через них пройдете, счастье на целый год облетете. А через год опять к нам приедете и снова пройдете. А вы еще не ходили здесь, что ли? Да, миленькая, надо же пройти обязательно. Счастье на целый год наберешься! А ну давай пойдем! Тогда идем, конечно! Ну вот, видишь, как хорошо! Чувствуешь, что счастье прибавляется? Вообще, прям чувствую, насыщаюсь счастьем! В старину Сибирскую съехались жители всей области встретить весну и пробудить землю от зимней спячки, чтобы она дала хороший урожай. Весну очень ждем, да. А почему весну ждете? За что любите ее? Ну, мы заядлые дачники, хоть и молодые, но ждем, когда начать посадки и вообще детям хочется повеселиться. Лето было! А теперь давайте в другую сторону! Последний день масленичных гуляний нужно обязательно прокатиться на горке, ведь скоро кончится зима и все горки растают. Один остался в ручейке, подбегай ко мне! Еще раз, девочек, сходимся! Да расходимся! Есть у вас какой-нибудь секретный рецепт блинчиков? Что добавляете? Вы знаете, у меня секретный рецепт такой. Заварные блины с маком. Неожиданно! Да, очень вкусные получаются блинчики. Веселились и плясали несколько часов напролет. Пленов и горячего чая из самовара хватило на всех. Чучело, когда сжигают, это же особое состояние такое. Все находятся в такой эйфории, в ожидании. Вдруг раз, и все рождается по новой. Масленичная неделя закончилась, но в старине сибирской гостям рады всегда. Приезжайте на экскурсии и знакомьтесь с народными традициями. Привет! Я Таня, а это моя Дуся. Такса из приюта. Молодец! Сейчас у нас все круто, но первые месяцы нашей совместной жизни были похожи на кошмар. Она, ангел рядом со мной и сущий демон в мое отсутствие. Сущий на мою кровать, кухонный стол, ноутбук, свою лежанку, любой встречный чистенький коврик. Дуз настолько боялась одиночества, что шла на свое, так сказать, мокрое дело в любые моменты нашей разлуки. Поэтому первые полгода я, кроме работы, никуда не ходила, чтобы не оставлять эту красотку одну. Дуза, а у кого есть вкусная шоколадка? И, в общем-то, зря. Ведь в нашем городе достаточно заведений, где будут рады не только вам, но и вашей собаке. Сегодня мы поговорим с прекрасной девушкой, которая уже не первый год продвигает в Омске культуру собакодружелюбия. Настя, ты активист движения Dog Friendly в Омске. Расскажи, пожалуйста, что сподвигло тебя этим заняться и когда, собственно, ты поняла, что надо это дело в Омске продвигать? Ну, я достаточно давно работаю с собаками и, в принципе, наверное, еще лет 5-6 назад возникало желание такое вот с моими тогда еще подопечными какими-то собачками зайти в какое-то заведение, там, опять же, погреться, да, если это зима, либо, наоборот, там, выдохнуть от жары, если это лето. И, к сожалению, такой возможности практически не было, потому что никуда с собаками было нельзя. А я некоторое время потом жила в Москве и, конечно, когда ты живешь в столице и наблюдаешь, насколько все там развито, захотелось сделать что-то такое в Омске. Я как раз-таки вернулась в Омск, завела свою собственную собаку и мы начали изучать пространство, заходить в некоторые заведения. В первую кофейню мы попали, у нее тогда еще не было наклейки, вообще никакого познавательного знака, что с собакой можно в заведение. Было холодно и мы там стояли, дрожали, у меня тогда на вели было 4 месяца. И мы такие, можно к вам забежать? Нас любезно приняли, сказали, что да, конечно, проходите. Мы привязали Новик к столику, она еще была такая маленькая, и в первый же вечер она перевернула этот стол. Больше она так не делала, но это было просто настолько невероятно, потому что стол реально тяжелый. Посетители кругом были? Были недалеко, но, кстати, да, мы, естественно, там сразу извинились, все убрали, и посетители отреагировали абсолютно нормально. То есть, ой, да ладно, это же щеночек маленький, да ничего страшного. И мы таким образом как раз познакомились с администратором, и в итоге как-то постепенно так произошло, что сейчас как раз это кофейня, то есть сетка кофейная, она полностью док-френдли. Вот, а мы там были еще, когда, можно сказать, основателями. Это было три с половиной года назад. Ну и сейчас, в принципе, каждую неделю там вот по одному заведению где-то прибавляется. Добавляется, да? Да, это очень радует. Но сейчас в нашем списке около 40 заведений. То есть, получается, Омск в политике док-френдли сделал все-таки шаг вперед? Да, да, большой шаг. То есть, в принципе, сейчас человек с собакой может идти по городу, и у него есть возможность, там вот, не знаю, минут 15 идет, найти заведение, в которое можно зайти. Кафе — это бары, это рестораны некоторые, был боулинг, который разрешает зайти с собаками, но временно у них там из-за пандемии, в общем, проблемы, но они очень хотят вернуться на сторону док-френдли. Базы отдыха, плюс еще есть сетки магазинов, ну, по всей России, которые, они сейчас тоже вводят политику док-френдли. У нас тоже несколько магазинов-супермаркетов, магазинов-косметики появились, которыми можно с собачками. Конечно, большинство из вот этих заведений, они расположены в центре, то есть вот на Ленина там можно прям идти, и чуть ли не в каждое второе заведение, в каждый второй магазин ты заходишь со своей собакой. А ты лапу дашь? Ты лапу не дашь? Давай-давай-давай. Молодец! Вот ты заходишь в заведение, просто проходишь и смотришь, как тебе с твоей собакой относятся, и после этого наклеечка док-френдли... Нет, на самом деле, изначально мы обговариваем все, например, там в Инстаграм, обязательно вопрос, очень многие заведения говорят, да, с собаками можно? И ты такой говоришь, а с большими собаками можно? И они говорят, а нет, а с большими нельзя. И у нас была такая ситуация с одним заведением, но в итоге, благо, они согласились снять наклейку, ну, то есть сказать, что убирайте нас от вашего списка, потому что они сначала со мной договорились о том, что да, мы будем док-френдли, а потом потихонечку начали продвигать, так скажем, док-расизм, что эту породу мы пустим, эту породу мы не пустим, такого размера собаку мы пустим, а вот такую собаку мы не пустим. Чаще всего с большими собаками, если это большая собака, то с агрессивной собакой в заведение не ходят, потому что, ну, человек сам просто боится. Да, и ходят, в принципе, довольно-таки адекватные владельцы, но маленькие, так как их можно взять на ручки и унести, чаще всего они менее воспитаны, то есть это как раз-таки тоже там миф, да, что маленькие собачки глупее? Нет, просто их люди ленятся воспитывать, потому что, а зачем можно взять на ручки? Взять на ручки, вот как? Да, и мою коровушку на ручки не возьмешь. Дай пять. Хорошо, молодец. И, естественно, если там речь идет о каком-то алабае огромном, да, или доге вот таком, чаще всего они спокойные и послушные. Типа вот так. Ай, не приставай. Если заведение Дуг Френды, то они, ну, обязаны пускать со всеми. Собаки всех размеров. Да, всех размеров и всех пород. А вот если, ну, вот собираешься куда-то пойти, еще никуда не выходим в свет со своей собакой, как ее подготовить? Во-первых, мы приходим на короткое время, то есть это буквально 5-10 минут, чтобы собака просто зашла и познакомилась. О, а ты моя подругушка. Все, продалась собака. Но опять же, собаки, конечно, бывают разные, а лучше перебдеть. Мы берем с собой обязательно подстилочку. Если мы не уверены, что в заведении есть вода, то мы берем обязательно водичку с собой для собачки. Вот. Что тебя позвали? Иди сюда. Пойдем. Пошли, 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 пошли. Если собачка, опять же, с какими-то признаками агрессии, да, обязательно помимо поводка еще и намордник. Желательно еще с собой взять влажные салфетки, пеленочку, потому что казусы тоже бывают. Даже у Новой у нас был казус, ну, то есть как бы это нормально, да. И здесь просто мы быстренько, естественно, это все устраиваем. Сами, сами убираем. Да, но это тоже самое, опять же, ну, ведем себя так, как если бы накосячили мы сами. Желательно в кармашках вкусняшки много, зашли, прям собачку закармливаем, 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 чтобы ей даже было некогда. Тебе повезло. Молодец. Молодец. Отвлекаться, да, хотя бы первый раз. То есть потом уже постепенно ей даем знакомиться с людьми. Можем как раз, если собака, в принципе, адекватно пришла, да, даже попросить кого-то из гостей, которые там заглядываются на собаку, хотят ее погладить. Погладить, да? Погладить, да. А с агрессией какой-то открытой сталкивалась когда-нибудь? Один там случай за два месяца может быть такой, что кто-то пришел недовольный там. На первых порах, когда мы только начинали, когда это еще было не очень развито, очень часто мамочки с детьми прям, ну, были недовольны, что вот здесь шерсть, здесь дети кушают. Но в последнее время, кстати, наоборот, обычно к нам липнут все дети кофейни, и я, когда прихожу поработать, у меня поработать плохо получается, потому что тут вокруг дети, хаос. Всем весело, классно. Почему? Молодец. 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 Субтитры создавал DimaTorzok